Сегодня хочу предложить вам сразу 4 варианта приготовления французских тостов. Два сладких и два не сладких, а принцип для всех один и тот же, будет вкусно, сытно, аппетитно и оригинально. Конечно же, вариантов приготовления таких тостов существует огромное количество, я бы даже сказала, бесконечные. Я решила показать вам свои 4 любимые варианта, те, которые я готовлю чаше всего, каждый из этих тостов вкусный по-своему. Тосты с ветчиной и сыром наиболее подходят для завтрака, но получаются сытнее обычных бутербродов, которые вы привыкли кушать по утрам. А тосты с моцарелло и зеленью просто шикарны для легкого перекуса на прогулке. Сладкие тосты, это вообще отдельная тема, они настолько вкусные, что я бы кушала их целыми днями. Обязательно и вы попробуйте французские тосты в разных вариантах, выберите любимый. Досмотри Шинвида и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все необходимые ингредиенты, на фото, как видите, не все, а только главные, поскольку все в кадр просто не влезли. Для начала яйца взбейте с молоком, эту массу разделите на два равные части, к одной яичной части добавьте ванильную эссенцию и перемешайте, а ко второй, соль и перец, тоже перемешайте. Начнем с тостов с ветчиной и сыром, на два ломтика хлеба положите по ломтику, или два, ветчины. Положите несколько тоненьких ломтиков твердого сыра. Жду ваших лайков и комментариев. Сверху накройте ломтиком хлеба. Каждый тост окуните в яичную смесь, в которую добавляли соль и перец. На сковороде растопите небольшой кусочек сливочного масла, затем положите тост и готовьте на среднем огне несколько минут, пока яйцо не схватится и не станет аппетитно золотистым, затем переверните тост и поджарьте с другой стороны. Торты с ветчиной и сыром готовы. Теперь очередь сладких тостов, на ломтик хлеба положите половину плитки шоколада, сверху присыпьте маршмеллау, если маршмеллау крупные, то разрежьте их на два или четыре части. Накройте сверху вторым ломтиком хлеба, как и в первом варианте. Окуните тосты в яичную смесь с добавлением ванильной эссенции, а затем, в измельченное печенье, жарьте тосты в сливочном масле точно так же, как и первые тосты. На сковороде шоколад в тостах расплавится, смешается с подтаявшим маршмеллау и пропитает хлеб, получится невероятно вкусно. Следующий тост по вкусу напоминает амирицин пе, здесь ароматная яблочно-коричная начинка и хрустящая корочка, начнем с начинки. Яблоки порежьте мелким кубиком. В сковороде растопите кубик сливочного масла, добавьте яблоки, сахар и корицу, готовьте, часто помешивая. Готовую яблочную начинку положите на ломтики хлеба, сверху накройте вторым ломтиком, обмакните тосты в яичную массу с ванильной эссенцией и жарьте на сливочном масле точно так же, как предыдущие тосты. Готовые тосты с яблоками присыпьте сахарной пудрой и украсьте веточкой мяты. И последний вариант, тосты с моцареллой и зеленью, здесь все просто. Порежьте моцареллу на небольшие кусочки и положите на ломтики хлеба, сверху присыпьте измельченной петрушкой, по желанию можно использовать укроп, зеленый лук или базилик. Сверху накройте ломтиками хлеба и обмакните в яичную смесь, приправленную солью и перцем, жарьте тосты в сливочном масле до золотистой корочки. Тосты получились сверху хрустящими, а в середине невероятно нежными и сочными. Вот и все, все тосты готовы, у нас получилось два варианта не сладких тостов. И два варианта сладких тостов, голодными никто не останется, это уж точно. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Хлеб тостерный 16 штук, яйца 8-10 штук, молоко 200 мл, сыр твердый 50 г, ветчина 2-4 ломтиков, масло сливочное 120 г, моцарелла 50 г, зелень петрушки 4 пучка, шоколад 100 г, маршмеллоу 20 г, печенье песочное 2 штуки, ванильная эссенция 1 ч.л. Яблоки 2 штуки, корица молотая, половина чайных ложки, соль, перец по вкусу, сахар 2 столовые ложки, количество порций 4-8. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Друзья, жду вас снова.